Иосиф То есть тут Бениамин, вот этот младший брат, является какой-то мощной связкой, то есть Яков его не отправил, то есть он им очень дорожит, Иосиф им очень дорожит, он ему необходим. Что это такое, вот этот вот младший брат Бениамин, что это такое, связывающих Иосифа и Якова? Да, конечно, они же вместе, это одно целое. Ну вот почему вокруг Бениамина сейчас все закручивается, вся эта вещь? Дело в том, что... В переводе это называется сын правой, правой линии. Да, правой линии, Бениамин, да. Дело в том, что средняя линия, которая идет через Якова к Иосифу, а ее недостаточно. Она должна подкрепляться все время правой линией, то есть идти верой выше знания. Необходимо все время идти альтруистическим методом. У Иосифа этого не хватает действий, у Якова тоже. Яков оставил это дорогое при себе, да? Да, и поэтому это свойство человек ценит, он его хранит. И поэтому, в принципе, Иосиф надеется, что после того, как будет у него Бениамин, он сможет соединиться и со своим корнем, со своим отцом, с Яковом. То есть каждый, продвигающийся духовно, должен иметь при себе этого Бениамина, веру ваше разума. Да, обязательно, обязательно свойство отдачи, как можно больше. И через него можно уже подключаться к уровню, который называется праотцами, Авраам из Хакьяков. Это самое дорогое. Это следующее, да. Таким образом ты поднимаешься, ты спускаешься вниз, ниже в Египет, осваиваешь его. Именно благодаря тому, что ты его освоил, ты можешь теперь начинать исправление. То есть соединяться с уровнем уже праотцов. Поэтому только после того, как Иосиф в Египте, появляются там его братья, только после того, как братья приводят Бениамина, появляется, значит, связь между Египтом и Яковом. То есть можно брать огромные желания, которые называются Египет, и использовать их для подъема на уровень, который называется праотцами. Это хаббат, это огромный уровень. Хохма. Хохма бенадад, в рамыцках Яков. Хохма.